Моё знакомство с Пикабу, куда я теперь не могу выгружать видосы, потому что архитоксики занизили мне рейтинг из-за того, что я выгружал видосы. Вообще, я не думал об этой платформе как платформе для раскрутки, пока мне её не подсказал Артём Кадзекрэп, но я не ожидал такого токсичного удара. Предлагаю вместе почитать комментарии и заодно разобраться в ситуации. И если что, то мне насрать, я найду и новую платформу для раскрутки, но после комментариев я выскажу своё мнение. Так, вот моя страничка на Пикабу, и у меня, как оказывается, даже есть один подписчик. Не знаю, кто бы ты ни был, друг, спасибо тебе, но больше ты здесь ничего не увидишь. Предлагаю опуститься в начало и почитать комментарии. Первое видео, которое я сюда залил, был обзор на сериал Тень и Кость. Дубликаты не найдены. Я, честно, не разбираюсь вообще так. Как же вы, недо-ютюберы, надоели. Вы идёте на Пикабу с целью себя пропиарить и свой канал это не прокатит. Мало того, у нас настолько скудный ум, что даже текстовое описание слизано с кинопоиска. Можно что-то придумать, каждый раз всё больше мусора. Да, признаюсь, я эту платформу использовал только для того, чтобы продвигать свои видео, так как я везде стараюсь пропихивать свои видео. Но в том же ВКонтакте как-то проще к этому относятся, хотя я везде в комментариях пропихиваю свои видосы. И да, признаюсь, я слезал в описание с кинопоиска в данном видео. Для ЛЛ это видео. Что такое ЛЛ? Ответьте мне, пожалуйста. Ребята, что там стоит смотреть или хуя? Вроде Игры Престолов. Как бы вы понимаете, да? Игра Престолов отныне хуя. Потому что так решил Фаст Кокс. Быстрые яички. Фауст Кокс. Ну ладно. Сериал крайне наивный местами, но вполне можно на разок не могу объективно сравнивать с Игрой Престолов, ибо, по моему скромному мнению, это дичь, где использовали бы вообще всё, что можно, лишь бы привлечь побольше людей. Каждый имеет право на своё мнение. Мне сериал понравился, но я могу понять, если кому-то что-то не нравится. Пиздец, описание, конечно. Какая отвратительная рожа. Ого, господи, простите, ребят, за мою отвратительную рожу, что вам приходится её видеть. Так. С тенью и костью разобрались. Дальше. Так. Видос, кстати, который собрал у меня довольно много просмотров. Я извиняюсь, что я немножко запинаюсь, это дело я всё пишу без сценария. Тут у меня видос, где я пытаюсь разобраться с финалом бесстыжих. Текстом, блядь! Текстом! Аааа! Аааа! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Пытался смотреть, не зашло. Поддерживаю, полное говнище. Огромное количество, скорее всего, даже больше нескольких миллионов людей с вами явно не согласятся. В последних сезонах сериал скатился в открытую ЛГБТ-пропаганду. Было противно, но я досмотрел. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, не знаю, насколько там была активная ЛГБТ-пропаганда. Этого стало больше. Ну, на самом деле, не так сильно резало глаз. Номером дилера поделись. Ха-ха-ха. Нет, не поделюсь. Скорее всего, потом выпустят фильм или еще один сезон. Потому и дали подумать. Хотя Фиону убрали, когда денег попросило больше. Фрэнка, походу, туда же. Нет, насколько я знаю, Фрэнк еще... Господи, у меня вылезло из головы имя актера. Не просил больше денег, уже просто реальности за сериал закончился. А вот Фиону, да, там какие-то разногласия пошли, ее просто сдвинули. Выводы сомнительные. Ну, что поделать. Я их придумал. Я отталкивался от своего мозга. Так что то, что ты сомневаешься в моих выводах, это логично. Это же не ты придумал, а я. Для Лэ-Лэ. Что за выводы? Что за Лэ-Лэ, блядь, они выводы. Выводы ТСС относительно событий и персонажей в сериале. Что теперь такое ТСС? Едем дальше. Тут у меня обзорчик на неуязвимого. На Пикабу, если вы не знаменитый ком... Вот, вот это я помню комментарии. На Пикабу, если вы не знаменитый контент-мейкер, принято размещать текстовую версию ролика, чтобы люди могли ознакомиться с вами заранее. Потом, когда ваше имя станет нарицателем, как у СНДК или за нафиг, это можно будет прекратить. Но сейчас вы соберете много минусов. То есть, по сути, у вас все решает популярность, неважно качество, может у меня видео качественное, вроде у меня видосы-то неплохие, обзоры нормальные. Но из-за того, что у меня непопулярное имя, меня надо занижать. Так может меня наоборот вверх продвинуть, и тогда у меня имя станет популярным? Ну, а не, это так не работает. Этому товарищу уже не первый раз так говорят. Никаких выводов я не делаю. А вот подробнее я и в самом сериале посмотрю. Ну да, здесь я решил написать своё описание. Новый супергеройский мультсериал с кровью, жестокостью и насилием. Подробнее в обзоре мульта. А подробнее я и в самом сериале посмотрю. Так смотри, родной. Тебя же никто не заставляет писать комментарии. Обзор создан для... Мои обзоры, по крайней мере, созданы для того, что просто с ними ознакомиться с сериалом и понять, хочешь ли ты его смотреть или нет. Я не рассказываю все детали сериала. Внимание, он сладкий пирожочек. Спасибо. Я понимаю, что это царказм, но пошёл он нахуй. Минус за отсутствие текстовой версии. Где текст, блядь? Мульт понравился, и я поддержу мнение автора. Сериал поначалу кажется какой-то калькой, подражанием все супергерои кино с развитием сюжета становится очень даже неплохим. Спасибо за адекватный комментарий. Возможно, ты даже мой подписчик. Единственный здесь. Я не знаю, кто ты, но ты святой человек, Пикабо. Движуемся дальше. Здесь у меня обзорчик на Шамана Кинга. Здесь я решил снова залить описание и сухие факты. Также я оставил группу, где можно смотреть сериал в русской озвучке. Комментарии. Жду озвучку от Циндука. Если будет переводить или от старого селектива, кто переводит. Но я понимаю, что этого не будет. Деда. Да, этого не будет. Циндук сам говорил, что у него там что-то не срасрослось, и он не будет переводить этот мульт. И старый коллектив для этого собираться не будет. Откровенно говоря, старая озвучка далеко не самого лучшего качества. Хотя, если бы озвучивали сейчас, то вышло бы более чем достойно. Сейчас у Анилибрии 7... 7... 7 тел на озвучке. Я думал, хотел написать 7 тел, но, видимо, 7 тел. Тела, озвучивающие аниме. Спасибо вам. Анидаб 8 тел. Тоже вам спасибо, тела. Совет романтика. Совет романтика. Такой даже озвучки не слышал. Будем знать. К апреле следующего года закончат озвучивать. Если никого не потеряют, уже хорошо. Вот, нормальные, адекватные комментарии. В чем проблема писать такие? Ну, шаман знаковая штука. Если он себя хорошо покажет в американской и европейской локализации, в него может кто-нибудь из наших стриминговых вложиться. Кинопоиск, например. Это дает шанс на профессиональную локализацию. Но профессионалы также могут обосраться. Страшно обосраться. Некоторые официальные переводы ужасны. Так, еще комментарии. Просто размышления. Уже ведь консубу за огромную жизнь заблочили. Шамана может та же участь. Не знаю консубу. Коносубу. Я ему консубу болтается. Заблочили, скорее всего, конкретные ресурсы. Очередное отсутствие плашки с рейтингом. Угу, так и есть. Сама у него в свободном доступе. То, что пытается обосраться в основные плашки. А вы думаете, схема работает? Ну, вот здесь вот спасибо, ребят. Адекватные комментарии к вам. Никаких претензий. Пожалуйста. Ну, с такой озвучкой, да. Кровь из ушей при просмотре означает, что сериал плох. Ну, с такой озвучкой, да. Кровь из ушей при просмотре означает, что сериал плох. Что означает, сейчас смотреть только субтитрами Не знаю, честно, я не говорил ничего про озвучку Озвучка не так плоха И она никак уж не влияет на восприятие мульта Влияет на восприятие мульта то, что он слишком быстрый Двигаемся дальше И тут у нас наследие Юпитера А, я думал, где мой видос Также добавил описание, комикс Комментарии А где обзор-то? Именно, я что-то тоже не заметил текста с обзором Блин, вот он обзор, вот он, с***, обзор, блять А вот краткое описание Ожидал что-то типа пацанов или на крайняк Академия Амбрелла Получил немедленно шнагу про стареющих супермена и супермумен И их тупеньких детишек Ну и клише, конечно, куда без них Все тоже к этому комментарию, никаких претензий Личное мнение Мне сериал понравился, ему нет Отлично Досмотрел до середины, все, что понравилось Это слегка лавкрафтовская история про мельницу Эпизод с наркозависимой дочкой убил Хотя сценаристы уж точно должны знать, как употреблять запрещенные вещества Господа, здесь есть врач Это, видимо, мне врач, да, нужен? Нет, мне нужна водичка и помыться еще разок Уже раз восьмой за день И че, какой информативный пост Посмотри видос, там, блядь, очень все информативно Да тебя убить надо за такое оформление поста Че вам не нравится? Краткое описание есть? Ссылка даже на комикс есть Есть основные сухие факты И подробности все в видео Двигаемся дальше Киберсталкер Сериал, кстати, который... Нет, не сериал, а обзор Который у меня на канале неожиданно стал собирать много просмотров Тут всего два комментария каких-то Так И тут, скорее всего, все отсылается к подробностям сериала Ищи в видеообзоре Нет, не буду искать Нигде не натыкался на этого парня И нахуй надо Он, пир, скорее всего То, что он как бы с девчонкой зажигал За девчонкой подглядывал Да, он, пир Дальше Мальчик с оленьими рогами Ну, тут я уже не стал заморачиваться Я расстроился И просто выгрузил даже почти ничего не добавивая Ничего не дописывая 28 комментариев Приготовьтесь Где обзор? Зах***ли пиарить свои ютуб-каналы Обзор, вот он Сх***ка То, что ты не умеешь смотреть видео Не значит, что там нет обзора Сейчас Дочитаем комментарии И я выскажу свое мнение Да, я пиарю свой ютуб-канал Я не спорю Я создал здесь страничку Чтобы только продвигать свои видео Но неужели, если не нравится вам что-то Ну, можно же как-то просто пройти мимо Надо же остановиться И написать свой комментарий Который явно ни на что не повлияет О, господи Где текст, любовь Очередная новинка от Netflix И видео-высер от YouTube Kong Ребят, посмотрите, пожалуйста, вот этот мой обзорчик И скажите, это реально все настолько плохо? Я снял плохо, смонтировал плохо Звук плохой Информация плохо преподнесена И дальше чувак высказывает свое мнение Но я его не буду читать Потому что я не умею читать Вот, да Прикиньте, я умею видео смотреть Спасибо А потом он вырос Когда она активна Светув Не узнаем Вставка из Ганнибала, если я не ошибаюсь Сериал Проходняк Дикый Сюжет растянутый Феминисток Ну, это вывод о сериале Подраздеваю, что снят по комиксам Вполне такой себе сериал Смотрю в периоде Лоста Поэтому только три серии посмотрел Я смотрел в дубляже Не знаю, зачем ждать кому-то озвучку Если у сериала есть официальный дубляж Пытался посмотреть Такая муть Готов принять такой комментарий И вроде бы, да Это все А я же там кому-то отвечал Подождите Как минимум, частые тексты дадут вам призрачную перспективу Писать грамотно Ну, тут я написал то, что я скажу сейчас дальше Но, как минимум, частые тексты дадут вам призрачную перспективу Писать грамотно Вот, у меня тетрадка В которой я пишу В основном сценарии К своим обзорам Вот Вот Нет, вы что Я не пишу часто Вот, всего лишь-то Вот Вот это все текст И таких тетрадок У меня Не звездить Ну, сейчас штук семь И то потому, что я штуки четыре Смотрите, у меня микрофон затепился И то потому, что у меня И то потому, что штуки четыре я выкинул Три-четыре Так что нет Ну что, писать я вообще не умею Читать тоже Вот А нафига мне тут смотреть видео Если для этого есть YouTube Профи для тебя Попытка раскрутки своего канала А не попытка донести что-то интересное для пользователей Это не юморное видео Где рассказывать нечего Котик бесоебит И остается только смотреть А слабо проанализировать комментарии И формат постов И сделать предположение Почему же так получается Дам намек Многие на пикабу сидят с телефона И запускать видео в таких ситуациях неудобно Если нужно было бы видео То пойдем на YouTube Нафига смотреть видео Если для этого есть YouTube Неужели У меня нет приложения пикабу Но неужели там так сложно Нажать на кнопочку И перейти на YouTube Или посмотреть прям на пикабу видео Или же на том же YouTube Че, давайте доебаться До всех, кто в сообществах Пишет огромные посты Прикладывает картинку там какую-нибудь И пишет огромный пост Хуй ты пишешь пост на YouTube Для этого пикабу есть Кошка И сторисы Кто на YouTube выкладывает Вы че, уели что ли Для этого есть Instagram В общем Вы понимаете Я когда начал отвечать Тут им Расписывать свое мнение Мне занизили рейтинг Мне занизили Не за качество видео Мне занизили Не знаю Не за плохой формат Или еще что такое Мне занизили За то, что я просто Выгружаю видео На платформу Которая позволяет Выгружать видео Меня это дико раздражает Если честно И портит настроение Но Ладно Сюда я Понятное дело Больше чего-нибудь загрузить Не смогу Но просто сам факт Платформа позволяет Выгружать видео На меня Жалуются за то Что я выгружаю видео Я бы понял Будь эта платформа Текстовая То есть Захож на платформу И туда можно Допустим Загрузить только текст То есть Печатать текст И все Ну и картинку добавлять Я понимаю Если бы я кидал сюда превью Сверху висела ссылочка Непонятно Что за ссылка Куда перейти Что посмотреть Тут же прямая ссылка На YouTube Канал на YouTube Видео Где я подробно Рассказываю о том Или ином сериале Да без текста Ну без текста Прописанного Но он я прописан Он в сценарии Я на нем Доношу словами Ну и если вам Это настолько не нравится Неужели обязательно Занижать рейтинг Ну пройдите просто мимо Ладно На самом деле Ничего против платформы Пикобоя не имею Имею я против Таких тупых долгов Которые мне занизили рейтинг Ну а подытожить Я это все могу Одной простой вставкой Где текст Блять Говори где он Серьезно где Надо просто мешать Ну а на этом у нас все И всем большое спасибо За просмотр И если вам понравилось Данное видео То подписывайтесь на канал Или здесь Ставьте лайк Ну а в описании для вас Я оставлю название фильмов И краткие описания Также я оставлю ссылку на инстаграм И группу ВК В которой мы выкладываем Различные новости Кино и сериалов Ну а я же как обычно Пожелаю вам Только интересных сюжетов И где текст Блять Увидимся в следующем эпизоде Пока Пока